Добрый вечер, друзья! С вами Марина Петрова, и сегодня разговор пойдёт о программе Magic Particle 3D. Программка выглядит вот с иконочкой этой программки, серо-чёрный такой кружочек, а при открытии мы получаем вот такой экран. Значит, перед нами, я поменьше сейчас сделаю, вот так, да, перед нами 4 белых поля. Слева размещаются эмиттеры, в центре это поле настроек, мы можем его немножечко уменьшить, вот так подвинем. Это экран просмотра, и внизу настройки. Итак, как можно открыть двумя способами. Можно сделать файл, открыть образец, и выходят эмиттеры. Это первый вариант. Можно просто нажать на жёлтую папочку, и тоже они появляются. Итак, выберем какой-нибудь эмиттер, скажем, из этой группы, они очень красивые и яркие. Нажимаем на любой из них, и на слово «Открыть». И эмиттеры загружаются на своё поле. Итак, программа даёт нам возможность сделать футажи на чёрном фоне с альфа-каналом, и добавить футаж на изображение. Ну, и, конечно, и третий вариант. Можно делать свои готовые эмиттеры, создавать, и также с помощью этих эмиттеров делать футажи. Итак, с чего мы начнём? Начнём мы с создания эмиттера на чёрном фоне. Добавляем какой-либо эмиттер. Вот, например, этот, да? Добавляем эмиттер. Как мы двигаем, регулируем его и так далее. Значит, вот справа есть такая строчка «Положение». Засиняем его, эмиттер становится активным. Там появляются вот эти рамочки. Потягивая за них, мы можем его увеличить во весь экран. Можем уменьшить, совсем маленький сделать, да? За центральную точку, если мы прихватим её левой мышкой, прижмём, мы можем его вот так двигать в любом направлении, как нам удобно. Ну вот, давайте оставим в центре. Давайте мы его увеличим во весь экран. Вот так скажем, да? Вот будет такое солнечное, на солнышко такое. Далее. Кнопка экспрета красная внизу. Вот красная кнопочка. Нажимаем на неё. Так, нажимаем. И видим, что эмиттер у нас немножко ниже опустился. Его чуть-чуть поднять надо. Тогда мы возвращаемся, делаем отмену и чуть-чуть его повыше поднимем. Вот так. Так, вновь экспорт. Так, пожалуй, ещё надо повыше. Так, экспорт. Экспорт. Ну вот так оставим, да? Далее. Какие настройки? Вот, ну, значит, можно регулировать размеры эмиттера. Ну, из практики тех эмиттеров, которые я делаю, тех футажей, для меня, кажется, мне кажется, оптимальный размер это 600 на 300. В таком варианте у нас получается вот это поле будущего футажа во весь экран. То есть нет чёрных полос слева и справа. Если мы здесь будем менять размеры, то эмиттер будет более таким квадратным, что ли, да? Далее меняем мы ещё и вот эти настройки кадры. Изначально каждый эмиттер имеет разное количество кадров в зависимости от его сложности. Вот данный эмиттер насчитывает 299 кадров. Но если мы вот так оставим от 0 до 300 почти, то он будет тяжёлый, конечно. Поэтому мы... Эта кнопочка неактивная. Ничего мы не можем сделать. Поэтому мы можем что-то изменить начало. Скажем, не с 0, а с 70 сделать. Вот так, да? Далее, поскольку мы не планируем добавлять изображение, а сделать хотим футаж на альфа-канале, на чёрном фоне, то мы ставим галочку вот сюда «Сохранить альфа-канал». Галочку нужно поставить и вот в этот чекбоксик «Сохранить пропорции». Далее, переходим вот на эту часть. Как всегда, мы сохраняем нашу будущую работу. Нажимаем «Обзор», даём название, допустим, «Шар». Что касается типа файла, я пробовала два варианта. И «Все форматы», и «Формат Ави», как рекомендуют в некоторых уроках, да? И то, и другое срабатывает. Ну, давайте оставим «Ави». Далее, можем подцентрировать по «Х». Ну, вот, к сожалению, не видно, как это действует, но на всякий случай нажмём. И далее нажимаем слово «Экспорт». Картиночка начинает вот так мигать у нас. Тревожная кнопка зажглась. Это показывает, что идёт процесс создания футажа. Как только краснота пропадает, всё, вот наш эмиттер появляется наверху. Давайте его включим. Так, вот такой у нас получился футажик. Такой получился футажик. Так, что дальше? А дальше давайте вот посмотрим на такую вещь. Каков размер нашего футажа? Если мы правой кнопкой нажмём на свойства, то увидим, что футаж нелёгкий получился 164 МБ. Каким образом я уменьшаю? Ну, вы знаете, у каждого автора свои есть какие-то любимые ходы и выходы, свои программки любимые. Я очень люблю программку «Фабрику форматов». Вот этот конвертер. Ссылочку на неё я дам. Включаем фабрику форматов. Нажимаем всё в MP4. Выбираем этот формат. Нажимаем на слом «Файл». Выбираем на рабочем столе наш футаж «Avi». Далее «Ок» и на зелёную кнопочку «Клик to start». Идёт процесс конвертирования. Когда появляется сигнал «Выполнен», нажимаем на конечную папочку. Вот она здесь. Если подвоим мышку, она активная. Щёлкаем. И вот он наш футажик в формате MP4. А вот сейчас мы посмотрим, сколько же он стал весить. Он стал весить 2,8 мегабайта. Итак, был он у нас приличный, да, довольно-таки. Где-то там 100 с чем-то, да. Я вот сейчас не помню, где у нас этот футажик. Вот он «Avi». Был он 160, а стал 3 мегабайта. Есть разница? Я думаю, что есть. Поэтому мы в дальнейшем будем пользоваться футажом в формате MP4. Пока мы убьём. Что далее? Далее. Вот, ну, я смотрела уроки Ларисы Гурьяновой по этой программе. У неё очень интересный есть урок с помощью скринов, как работать в этой программе. Вот, ну, поскольку автор пишет, что необходима гифку, она больше занимается вот программами, программой Photoshop, чем, скажем, нежели я программу прошёл прогрессор, то она предлагает вот этот наш футажик превратить в гифку. И для этого использует программу «GIF Video to Give». Простите, «Video to Give». Вот она, эта цветная программка. Ссылочка тоже я дам. Включаем эту программку. Запускаем. Вот, она на английском языке, но там, собственно, можно разобраться. Итак, Open. Открываем. Добавляем наш футажик в формате MP4, поскольку он лёгкий и легче пойдёт процесс. Открыть. Так, далее. Вот здесь вот частота. Частота меняется с помощью вот этого, этой галочки. Если мы поставим на неё, надавим левой мышкой, то, видите, частота меняется. Ну, вот где-то рекомендуют порядка 30 оставить частоту. Больше мы ничего не меняем. Нажимаем Run. И здесь тоже Run. Так, и пошёл наш процесс конвертирования. Превращение видео в GIF формат. Так, подтверждаем OK. OK. Так, и далее. Вот наша GIF получилась. Получилась GIF. Так, я сегодня установила одну программу. Интересно. Просто долго мучилась с открытием GIF. И вот, видите, как быстро она открывается. И что интересно, в этой программе GIF, видите, как постоянно функционирует. Ну, не циклично. А я обычно открывала вот этой программы Media Play Classic. Ну, и поскольку это проигрыватель медиа, то наша GIF там... Видите, как она вот сейчас дойдёт до конца. И остановится. Всё. И придётся снова включать. Вот программа эта называется вот так. In the Ever. In the Ever. Ссылочку на неё я вам дам. Так. Итак, первая часть урока закончилась. Да? То есть мы получили футаж. Значит, я ещё раз повторяю. Пройдёмся по сохранению. Как мы сохраняем. Обязательно галочку на альфа-канале. Обязательно вот здесь сохранять пропорции. Здесь мы выставляем частоту, уменьшаем количество кадров за счёт того, что... Значит, отдаляем начальный кадр. Сохраняем обзор. Центрируем и нажимаем экспорт. Так. Теперь вариант такой. Кстати, выбирается эмиттер вот таким образом. Стрелочкой назад, назад, назад. Мы всё сейчас уберём. Или можно просто добавить другой эмиттер. Ну, давайте, скажем, добавим... Да можно и с этим работать. Оставим этот эмиттер. Так. Теперь, как быть, если мы хотим добавить вот этот эмиттер, это солнышко, на картинку? Значит, тоже есть несколько вариантов. Либо вид и выбрать фон. Это один вариант. Либо попроще. Мы просто нажимаем вот на эту... Квадратик. Он не подписан. Да? Около вопросительного знака слева. И выходит... Табличка. Загрузить. Загружаем любую картинку. Так. Ну вот я выбрала... Очень интересно получается арт девушки. Выбрала девушек. Набрала в поиске Яндекс. Так. Вот такая картинка. Значит, как нам подвигнуть фоновую картинку? Около таймера времени... Кстати, таймер работает постоянно. Это эмиттер работает. Можно его отключить. А можно работать и при включенном. В партикле это невозможно. Надо обязательно отключать. А здесь вот, пожалуйста. Можно любоваться и дальше работать. Мы щелкаем на масштаб фоновой картинки. И начинаем крутить колесиком мыши вот нашу... Этот формат нашей картинки. Выбрали. Так. Далее. Ну так, чтобы он вот был по размерам экрана. По размерам экрана. Так. По размерам. Вот так примерно. Да? Как двигается эмиттер? То есть мы его можем... Посмотрите. Повернуть. Сделать его... Уменьшить непрозрачность. Для того, чтобы его подвигать, мы засиняем положение. Вот слово написано. Положение. Строчка. Появляется он, становится активным. Вот эти синенькие рамочки. Можем за центральную точку левой кнопкой мыши, нажав и держа ее, можем его подвигать. Можем сюда его разместить. Можем сюда, сюда, сюда. В прическу можем поместить его. Но я вот спрашивала у Ларисы Гурьяновой, если в партикл Илюша можно добавлять несколько эмиттеров, в этой программе только один эмиттер можно добавить. Так. Как его размер увеличить? Потянуть вот за эти уголочки. Вот так, за любой уголочек. За левой или за правой. И потом за серединку. Ну и вот так мы его, допустим, оставим. Так. Ну поскольку картинка будет побольше, надо немножко вот сюда сдвинуть, да? Все. Если все устраивает, нажимаем экспорт. Здесь делаем то же самое, как и в этом самом футаже с альфа-каналом. Так. Сохраняем пропорции. И вот смотрим, что картинки-то у нас не видно. А почему ее не видно? А потому что у нас вот здесь стоит галочка «Сохранить альфа-канал». Альфа-канал прозрачный. То есть вот он нам убрал нашу картинку. Поэтому если мы захотим увидеть девушку, галочку мы убираем. Вот получается такая у нас картинка. Получается картинка. Так. Но мне не нравится то, что она не во весь экран. Поэтому давайте мы подвинем еще, сделаем побольше фон. Кстати, я не сказала, что саму картинку можно двигать вот этими рычажками. Вот они под ней вот в одну сторону, в другую сторону. Так. Вверх. То есть вниз. Вверх. Пожалуйста. Можно выставлять как вам угодно. Вот можно так просто рычажком подвигать, да? Так. Так, 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 так. Ну, попробуем вот так сохранить ее. Так, вот так, наверное, да? Экспорт. Убираем альфа-канал. И смотрим. Ну, и теперь у нас картинка во весь экран. Оптимально для того, чтобы она вот так входила сюда, и не было черных мест, как в первом случае, да? 600-300. Плюс масштабирование в начале. Так, далее. Нажимаем обзор. Называем нашу картинку. Так, солнышко. Здесь можно оставить все форматы, а можно ави. Получается в любом случае сохранить. Центрируем по X и нажимаем. Да, вот что касается кодеков, то видео должно быть не сжатое. И нажимаем экспорт. Картинка мигает. И после окончания красного мигания она появится на рабочем столе, где мы ее и сохранили. Так, можем выключить все. Это можем выключить. Так. И пока не будем сохранить. Так, не будем, я еще покажу. Вот, получается вот таким образом. Вот наш футажик. Что у нас вышло? Ави. Вот такая картинка. Не забываем, что мы его должны, прежде чем что-то с ним делать, делать гифку, добавлять на ютубе. Мы идем в фабрику форматов. Еще раз проговариваем. Поговариваем, ставим. Вот здесь можно конвертировать и видео, и аудио. Все, да. Это мп4 формат, файл. Выбираем на рабочем столе нашу девушку Ави. Открыть. Нажимаем ОК. Клик ту старт зелененькая. Сигнал звуковой. Идем в конечную папку наверху, открываем и забираем оттуда нашу девушку уже совершенно в другом формате. Давайте проверим, если Ави был 159 мегабайт, то мп4 свойство 3 мегабайта. Вот так, да. И теперь мы можем уже конвертировать, не будем сохранять, да, конвертировать наш mp4 формат. Вот он, mp4. Убираем, чтобы не путаться. Так, можем его превратить в гифку. Опять идем в гиф конвертер. Так. Запускаем его. Открываем. Open. Находим наше солнышко в формате mp4, легкое. Открываем. Выставляем 30. Вот здесь вот, на частоту 30 кадров. Это примерно 3,5. Нажимаем Run. Еще раз Run. Потом OK. Идет процесс конвертирования. Ну. Так. Ждем. Соглашаемся. И вот получилось наше солнышко в формате GIF. Так. Проверяем его с помощью вот этой программки. Еще раз показываю. И НВЕВА. Программка, да. Открыть. Эта программа запрашивает разрешение, да. И вот у нас наш файлик. Он постоянно, без зацикливания, работает в гиф формате. Ну, вот, да, кстати, компьютер, правда, ругается. Вот, когда я скачиваю эту программу. НО-32. Но я его успокаиваю. Говорю, что все в порядке. Пусть не нервничает. Она мне нужна, эта программка. Вот. Я ее не боюсь. Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо всем за внимание. Желаю вам творческих успехов. Пробуйте. Вы не пожалеете. Испытайте истинное удовольствие от работы в этой программе. Да, кстати, секундочку. Забыла показать одну вещь. Так. Сейчас одну минутку. В следующий раз, я еще думаю, может быть, я успею сделать урок по этой программе. И я покажу, как с помощью фотошопа делать текстуры и создавать свои эмиттеры. Вот эти эмиттеры готовы, да? А вот здесь внизу я попробовала, сделал две штучки. Эмиттер мой лист. Вот он, парктикал из частичек. Вот такой я сделала. Вырезала листочек в фотошопе, да? Сделала текстуру. И второй в хранилище можно посмотреть. Так, второй эмиттер. Так, второй называется кудряшка. Моя кудряшка. Так, парктикал. Вот так она выглядит. Тоже нашла такой фотошопный узор. И вот сделала такой эмиттер. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас всех вам благ. Всего доброго.